После скандала с местным интернет-порталом «Билеты Абиджи», сумевшим из-за технических проблем продать лишь 2000 билетов, Федерация футбола Грузии решила лично заняться этим вопросом. Футбольные фанаты же заранее начали выстраиваться в очередь, не покидая территорию парка Ваке, прилегающего к заветным кассам. Страсти кипели нешуточные. Было понятно, что оставшихся 22 тысяч билетов, выделенных у Ефа в Грузии, всем желающим просто не хватит. Тем более, что в живую очередь встали и гости из соседних стран. Вот это у меня на груди номер группы и мое порядковое число. Так мы сами здесь организовали, чтобы было все честно. На руки выдавались только 4 билета. Несмотря на тщательную организацию, кордоны полиции и огромные усилия футбольных чиновников, продажа проходила в нервозной обстановке. А последний счастливчик покинул кассы ранним утром в понедельник. Остальные, кому не повезло, обвинили Федерацию футбола в махинации с билетами. Пускай вернут украденные билеты. Мы требуем этого. Хочу заверить всех, что футбольная федерация ни одного билета не оставила себе. Вся квота страны была реализована. Все бы ничего и может страсти давно улеглись бы, если в прессе не всплыл один любопытный документ. Официальное обращение Тбилисской городской администрации о выделении 300 билетов за наличный расчет. Вскоре выяснилось, что подобные обращения в Федерацию направили многие другие министерства и ведомства. Это не новость, это нормальный процесс. На всех играх происходит так. УЕФА около пяти или шести тысяч корпоративных билетов лично выделило правительству страны. Кто же станет обладателем суперкубка УЕФА Барселода или Севилья, выяснится здесь 11 августа на стадионе «Динамо» в присутствии 55 тысяч счастливых обладателей билетов на эту игру. Зуравдвали, Гогач Коня и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время».